Согласны ли Вы с тем, что эти наднациональные структуры типа Европейского союза, они выгоднее все-таки? Конечно. Они переходная форма к еще большим национальным структурам. К еще большим национальным структурам? Конечно. То есть Европейский союз — это переходная форма на пути образования европейской нации, европейской государства. он это проявляет процесс потянутся несколько лет еще но кто будет таким сады доходе в общий язык опять таки не обязательно есть швейцария есть четыре языка и одна нация язык не является вопрос обслуживания стас допустим в шестьдесятые годы процент внутри тогда есть процент не видит но целых шестьдесятых процента браков между граждан различных стран европейских сообществ в 2014 году таких браков было 7 процентов представьте себе три поколения что вы получаете большие европейские города будут абсолютно в эту культуру не за счет арабских иммигранций а за счет просто того что между собой европейцы будут перемешиваться чем более активная молодежь передвигается а если сейчас мы видим там многонациональные пары которые обладались там 80 90 годах было мало сейчас это будет там каждый четвертый скоро но вот этот полный мультилингвизм и в конечном счете европейская идентичность такой ситуации когда то будет преобладать когда она будет преобладать это абсолютно превратится в федерацию и по сути в какой-то новой национальной педагоги я думаю что это очень интересный опыт как раз переходный форум от мелких наций до шумицы да по моему тоже а как вы относитесь к тому что некоторые вот как вы говорите мелкие нации очень озабочены сохранением своей вот культуры языка это разумно но если все равно все будет меняться опять-таки что вы имеете ввиду где ну в эстонии например прекрасно эстония это не вопрос не в мелкие национальные или в ближайшие эстонский случай это пример достаточно новой политической концепции любая новообразованная страна и нация и государство национальное государство оно всегда будет придавать этническим религиозным языковым культурным элементом исключительно важное значение потому что оно должно выстроить свою идентичность опять-таки это будет гораздо меньше в устоявшихся старых давно существующих государствах чем это будет в молодых новых нациях поэтому еще раз говорю национализм абсолютно не противоречит демократии более того это форма ее становления все демократические государства демократии не могли развиваться в космополитических границах демократия легче что проживает там где есть однородная общность потому что там вас разделяют какие-то ваши воззрения отношения к авортам к народам еще чем-нибудь но не проблемы языка и культуры тогда вы можете менять с точки зрения большинство подвижно демократия приживается когда у вас есть разделенная нация на государство в котором существует там 30 процентов русских и 70 процентов эстонцев у вас всегда будет постоянное напряжение между другими потому что национальная античность будет доминировать при определенном выборе всегда будут какие-нибудь русские партии национальные партии и так далее это будет очень серьезной проблемой демократии потому что у вас не будет постоянного сдвига демократических границ потому что опять-таки там тоже самое проблема левых правых партий которое действительно должно двигать общество вперед у вас будут изменяться проблема русско-эстонского противостояния еще раз говорю что национализм есть одной из фундаментальных основ для установления практических норм многонациональные государства не были никогда удачливыми демократиями как это преодолеть вот это противостояние русских и эстонцев это хороший вопрос меня нет на него ответа но вот вы сами как вы посчитаете что оно усиливается усиливается становится более проблемным и наоборот преодолевается насколько это свежим проблемам какие награды мне кажется что это не так важно конечно но просто чувствуется иногда что это становится предметом какого-то напряжения вот когда затрагивается политиками там ну я сейчас у меня нет ответа на этот вопрос я не знаю как это можно преодолеть единственный пример я бы сказал опять таки понимаете я не знаю ни одного случая когда бы это преодолевалось подобного обстоятельства то есть смотрите вся европейская культура история она показывает что государство образовывается еще раз повторю вокруг каких-то национальных обществ Франция Англия Испания Италия это государство которое имеет язык которое имеет определенную нацию да там Германия и Италия были раздроблены итальянский немецкий язык доминирован на территории можно спорить если отдельная нация допустим Австрия это все-таки часть германской культуры отдельная тема когда вы имеете несколько государств в рамках одной культуры языка это гораздо проще чем вы имеете одно государство с разными культурными языками в эстонском случае еще раз говорю я не знаю как это можно решить потому что все-таки эстонское государство это государство эстонской нации такова проблема решается успешно там где государство строится на обычной земле самая этнически нейтральная так сказать и спокойная в отношении такого экономического государства это Бразилия где абсолютно не существует никаких расов этнических противоречий я это видел там много раз это действительно феноменально в сравнении с этим Америка это гетто вот страна где больше всего немцев не Германии где больше всего итальянцев не Италии а и там смешивались и Нира которого привозили на арабские работы и местное население индейское и Португала первая волна то есть это огромный плавильный котел действующий несколько сотен лет в Эстонии такое невозможно сделать поэтому знаете опять таки даже тогда когда как сказать Советский Союз пытался устраивать нового эстонического общества индей и Соединенный Штат например военную котелку особость этих стран заключалась в том вы можете обратить внимание сразу же что ни в одной из них не было идеи нации нет указания на чего на Соединенных Штатах Америки территорий Союз Советский Социалистический Союз даже территорий не указал не гажут про национальные вещи вот такого рода страны могли экспериментировать с этим пытаться строить что-то новое но страны которые безусловно имеют национальные корни я думаю с этими проблемами будут сталкиваться долго и как они преодолеть их мне не понятно спасибо 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 спасибо